Искусственный интеллект и машинное обучение. Всероссийская акция «Урок цифры» стартовала в окружной столице. Сегодня в интересный и увлекательный мир, находящийся по ту сторону компьютерного экрана, отправились кадеты четвертой школы. Они не только узнали интересные факты из мира цифровых данных, но и создали свой искусственный интеллект. Какой узнала Любовь Пермякова? Суть задачи заключается распознавание животных, можно сказать, искусственному интеллекту показать какие-то животные где. Кадет четвертой школы Савелий Доставалов первый справился с заданием. И на компьютере создал робота, который в зоопарке будет самостоятельно кормить пищей разных животных. То есть он сможет отличить, например, кролика от тигра и составить для них соответствующее меню. Это задание стало финальной точкой путешествия в мир цифры, в которой кадеты отправились под руководством заместителя председателя цифрового развития и связи аппарата администрации НАУ Михаила Маркова. Искусственный интеллект и машинное обучение – это интересные вещи, которые окружают нас уже давно. И для них, кстати, было таким удивлением, что те уже даже привычные им вещи, вроде распознавания лиц, чат-ботов, антиспамов – это уже искусственный интеллект, и он, в принципе, уже давно с нами. Мы говорили о жизни, о роботах-пылесосах, о беспилотных автомобилях, о как теперь выдаются кредиты в Сбербанке. Стоит отметить, что Всероссийская образовательная акция проводится в регионе во второй раз. Планируется, что урок цифры посетят более 1600 учащихся с 1 по 11 классы. Цель таких занятий – развитие ключевых компетенций цифровой экономики, а также профориентация у детей. Школьники, участвуя в акции, делают важный шаг в сторону одной из наиболее перспективных и высокооплачиваемых профессий – программиста. Ведь ближайшие 10 лет запрос на специалистов, которые способны создавать искусственное мышление, будет крайне высоким. Как показал урок цифры в четвертой школе, здесь есть большой потенциал для будущих веб-мастеров, которые понимают не только язык машин, но и способны оценить большую ответственность за их создание. Искусственный интеллект со временем постоянно прогрессирует, и если его не останавливать, а давайте он прогрессирует постоянно, то он может замениться скорой человека, и это плохо. Мне очень понравилось, как мужчина рассказывал про искусственный интеллект, как развивался он, как в Америке там дела с ним обстоят. Он рассказывал, интересно, еще про Лису и Сири, и что угрожает миром с искусственным интеллектом. А что угрожает? Ну что может быть восстание, но что искусственный интеллект решит, что он лучший человек и захочет захватить мир. Уже завтра в мир программирования и цифровых технологий отправится одновременно 10 окружных школ. На этот раз встреча пройдет в формате видеосвязи. Любовь Пермякова, Олениц Шишелов, Телеканал Север.